Добрый день, дорогие друзья! Чайник здесь. И сегодня у нас распаковка хомяка. Как говорится, потапаем на хомяка. Та-дам! Вот такая инструкция. То есть просто пакетик. И инструкция. Просто кинули в пакет из-под Алиэкспресса хомяка с инструкцией. Вот это упаковка, понимаете? Вот это упаковка. Они вот эти все ваши красивые коробочки на магнитиках и так далее. Блин. Как же это мега странно выглядит. Ножки мега шершавые. Чтобы вы понимали, это я не знаю, это защитная пленка на них? Или так и должно быть, что они негладкие? Камон! Он вообще не скользит. Как будто это пластик. Это пластик? Это пластиковые ножки? Серьезно? Господи. Это, мать его, пластик? А ведь я хотел его хвалить. Так, ладно. Хомяк. Окей. Что это такое? Да? О, донгл внутри. Есть! Ееееее! Оно на батарейках. Батарейку не положили в комплекте. Хм-хм. В общем, это не мышь. Это хомяк, как вы видите. Наверное, для него работают свои правила работы. То есть, пластиковые ножки, например, да? Зачем хомяку как бы быстро бегать? Ему надо щеки набить и... И все. И потапать в нему. Это гениальная, великая форма, которая подойдет, наверное, только избранным. Чтобы держать боковыми пальцами, держать хомяка за уши. За его вот эти. Между прочим, очень удобно. На удивление. То есть, 1-3-1. Так, это условно-симметричная мышь. Нет, даже не так. Это действительно, по-настоящему, симметричная мышь. Она не имеет боковых кнопок ни с одной стороны. Зато имеет глаза и нос. Давайте же... Трясется ли что-то у него? Трясется. И это, наверное, хорошо. Мы пока что не знаем, как относиться к хомякам. Основные клики. Колесо. Все микрики тактовые. Наверное, в мире хомяков это хорошо. Привет, travel, post-travel. Привет, travel. Отсутствует. Post-travel 2 миллиметра. Мы прям в мозг проникаем этому хомяку. С таким post-travel. Колесо находится не по центру. Как-то восьмерочкой. Идер бежит. Вот. 3D Optical Mouse. Tested to company with FCC standalone for home or office use. Made in China. Сенсор смещён вверх, смещён вниз мышки. Сенсор смещён вправо. Он не по центру. Он справа. Ну, в смысле, относительно меня справа. Относительно хомяка слева. Сможете ли вы целиться с таким сенсором? А? Ну, форма в целом, прям вот, смотрите, да? Для кого подойдёт форма? Ну, естественно, для тех, у кого ладони не очень большие. Мне с моими 19 сантиметрами ладони 19 на 10, напоминаю, только агрессивный хват показан. Причём вот эти вот скосы, вот эти вот бачка, тут есть небольшой этот переход, максимально удобны именно вот для такого агрессивного когтя. То есть кладём, да, пальцы, и вот агрессивный коготь. Расслабленный только, только если пальцевый хват. То есть, как вы видите, мышка не очень длинная, да? То есть можно держать прям хомяка за его большие упитанные бачка. Вот, я считаю, что это великое устройство. Делала великая компания. Покрытие, если что, максимально приятное. Это мега софт-тач. Ну, в общем, если вы тапали на хомяка, вы можете теперь купить для этого устройство непосредственно, да? То есть запустить у себя на компьютере Telegram, запустить бота этого, купить такую мышку и как бы тапать на хомяка, пока вы кликаете на хомяка. Ну, точнее, получается, тапаете тоже. Потому что тут тактовые микрики. Ну, в общем, экзибит бы одобрил. А с вами был Чайник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. И надеюсь, что вам понравился этот ролик. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова